Да, конечно же, это всех беспокоит и интересует. Ну, скажем так, я расскажу просто, в принципе, если у нас время позволяет, некий формат того, как это начиналось, на что я настраивался и к чему это на данный момент привело. Начиналось это вот с обычного простого предложения от Мурата Кештова. Мурату Кештову, в свою очередь, люди от Дана Лайта предложили такой формат того, что это было до Олимпиады 2016 года, что ни к чему не обязывающий контракт. Единственное, что его будет обязывать, если в какой-то период времени или когда-то он захочет выступать в боях без правил, у него ограничение выступать только в организации UFC. И, в принципе, меня это ничем не обременяло. Я дал согласие. Естественно, я сказал, что основная моя цель – это Олимпиада. Там в контракте тоже был такой момент оговорено, что в случае, если я готовлюсь по борьбе, то мне никак не должно мешать никакие нападки со стороны этой организации, чтобы там где-то бои. Ни к чему меня подгонять не должны были. Моя основная цель – это борьба. Естественно, способствующим факторам идут бои. И если вдруг у меня возникнет желание, чтобы меня никто не переманил куда-то, у меня уже есть контракт. Олимпиада закончилась, у меня появилось желание попробовать себя. Я начал готовиться. Я начал готовиться активно, спарринговаться, где-то ударку пытаться ставить. Это все совмещать. Естественно, с бухты-барахты не выйдешь. И потом пошли не совсем ожиданные для меня травмы. С позвоночником большие проблемы начались. Большая тяжелая операция была по смене двух-трех позвонков в поясничном отделе. Я вроде бы начал восстанавливаться, но подумал, что с такой травмой спешить в UFC, наверное, не стоит. Все-таки попробую еще себя в борьбе. Начал пробовать себя в борьбе, чтобы вроде бы что-то начало получаться. На нескольких турнирах выступил, у меня полетел шейный позвонок. Пришлось сделать операцию на шею. И, естественно, это все долгие реабилитации, это все долгое восстановление. Тем не менее, естественно, врачи говорили, что лучше все-таки завязать. У меня там металлоконструкция в шейном отделе, металлоконструкция в позвоночном отделе. Ну, честно сказать, сдаваться так просто не хотелось по причине каких-то неурядиц. Хотелось все-таки довести ситуацию до конца. Но, в любом случае, уже и Олимпиада приблизилась по вольной. И уже думаю, ну, в принципе, давай попробую все-таки добью олимпийский цикл, а потом уже буду рассказывать в дальнейшем уже какие-то бои. И вот так вот, по причине вот этих всех травм и операций, это все откладывалось в долгий ящик. Контракт, естественно, у меня был без даты, бессрочный. По большому счету, он их ничем не обязывал. И, по большому счету, меня в больших вещах ничем не обязывал. Да, естественно, это переросло в ажиотаж, об этом начали говорить. Это не было, скажем так, с моей стороны, каким-то временным пиар-ходом или рекламным ходом. У меня реально было желание, мне было это интересно. Что-то новое попробовать для себя, какой-то для себя новый вызов. Ну, вот, все то, что мы хотим, не всегда так получается. Ну, я могу, извини, может перебил тебя. Я могу просто людям объяснить это с другой стороны, как человек, который эти контракты анализирует иногда периодически для спортсменов. Да, это когда есть такое понятие, вот, в бизнесе рамочное соглашение, установочный контракт. Да, и там, собственно, и конкретизируются какие-то дополнительные вещи. То есть, это первый шаг в сторону работы, сотрудничества, в сторону взаимодействия. И, наверное, примерно так же и в этом случае. То есть, все еще впереди, мягко говоря. Ну, все, по большому счету, все зависит от меня. Я еще, знаешь, как я еще так подозреваю, как, грубо говоря, между нами говорят, что во мне интерес возник в том, что я был действующим олимпийским спортсменом. Да, в плане, допустим, если кто-то выступает в UFC на данный момент, они выступают после завершения основной своей карьеры. А у меня подразумевалось совмещение этих двух моментов, что я и буду выступать на международной арене по борьбе, и в то же время буду выступать где-то там в боях при удобных случаях обстоятельств. И вот этот формат был необычен и для меня, и для тех же руководителей там UFC. Он был немного необычен, и в этом увидели какую-то некую новую фишку, да, что будет это, скажем так, людям интересно. И поэтому мы хотели это все раскрутить в таком формате. Ну, только по причине того, что немножко здоровье подкачало, этого не получилось. Ну, все по воле Всевышнего, да, как говорится, мы ставим цели, а Всевышний Аллах располагает. Аминь. Пока двигаемся, пока прям конкретики ни в чем не могу сказать, да, на данный момент пока есть то, что имеем. Субтитры сделал DimaTorzok